Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире передача «Версии». С вами её авторы Сергей Лазовский и Данил Богатырёв. В гостях у нас сегодня доктор философии Сергей Алушкин. Здравствуйте! Здравствуйте! Я предлагаю сегодняшнюю нашу передачу сделать, ну, такой незлободневной, скажем так, о проблемах, более значимых, чем актуальная политическая ситуация в Украине. А именно о состоянии философского, политологического дискурса на Западе и, собственно, в Украине, как, наверное, как производная от западного, потому что у нас всё-таки туда более-менее ориентируется. Вот первая тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, это то, к чему же пришёл по состоянию на 2022 год либерализм, господствующая политическая теория на Западе. Я его называю сейчас уже постмодернистским либерализмом. Не знаю, Сергей, насколько корректен с вашей точки зрения этот термин, но потому что если сравнивать с классическим либерализмом, с Жоном Локом, скажем, с Адамом Смитом и так далее, это уже, ну, очень далеко отошло от своих прототипов. Вот вы как считаете, чем можно охарактеризовать современную идеологию, господствующую, скажем, в тех же Соединённых Штатах? Вот у нас есть демократическая администрация в Белом Доме, есть тензисы, которые она там распространяет во внешней политике, во внутренней, на что-то же она всё-таки опирается в своих вот этих вот убеждениях или утверждениях, которыми она пытается завлечь массы. Вот на что, на ваш взгляд? Я бы, наверное, начал вообще с того, что у вас как-то так интересно получилось противопоставить западную культуру мышления, давайте так попробуем назвать, и Украину. А неужели Украина, она никогда не была западной? Западной, то есть даже если бы мы рассматривали вот какое-нибудь деление 19 века на западников и славянофилов, то я боюсь, что мы вынуждены только признать, что и западники, и славянофилы – это, в общем-то, продукт европейской культуры мышления, в частности, в первую очередь, это немецкая классическая философия, потому что что славянофилы, что западники, они, например, опирались на Гердера, который во многом определял вот такое отношение к национальному суверенитету, к истории народов и, в общем-то, имел большие планы на славян, на их будущее, то, что они будут одной из самых передовых европейских наций, тому были все предпосылки. Но, конечно, если так сразу перескочить от 19 века к современности, то тут, наверное, прошел очень долгий путь разложения от немецкой классической философии до современного положения дел. Однако, раз уж мы говорим, что это разложение классической немецкой философии, то надо бы в первую очередь определить, какая именно философия раскладывалась. И я бы выделил, наверное, две такие господствующие линии, что ли, в целом, в западной культуре. Это линия Канта, направленная вот в сторону либерализма, либерального мышления и линия Гегеля. Если их очень так упрощенно, схематично характеризовать, то линия Канта, она предполагает, что субъектом мышления является, в общем-то, индивидуальное сознание. То есть каждый отдельный человек, вот это и есть мышление. То, что у него там происходит в голове, это есть мышление. Такой человек, он с необходимостью должен обладать свободой воли, потому что без свободы воли, без возможности чинить некий произвол, он не может являться, собственно, человеком. То есть поэтому Кант, он просто прекрасно показал, что всякие рассуждения о том, человек по природе добрый или злой, это бессмысленные рассуждения, потому что человек, он не по природе. Поскольку он создан по образу Божьему, то он должен быть наделен свободой воли. А все вот эти рассуждения, они происходят от людей, которые ничего не понимают в айтике. И предположение Канта, вот как бы такой еще просветительский пафос конца XVIII века, это категорический императив. То есть вот такая этика, которая строится на принципе… Дравственный закон над головой, как говорят обычно, да. Ну да, если очень по-умному сказать, то поступай так, чтобы максима твоей воли имела силу всеобщего закона. Ну, проще говоря, делай с другими так, как хочешь, чтобы другие делали с тобой. Это очень опасно. У других может быть другой вкус. Превосходно. Да, это важное замечание. Поэтому Кант еще и вопросами эстетики занимался. Вот в третьей критике, критике способности к суждению, где он как раз и говорил о том, что суждение вкуса, оно должно быть общезначимым. И мы имеем такое положение, что вообще-то господствует индивид, индивидуальная свобода, свобода воли. Допустим, мы поверим Канту, что человек ограничен категорическим императивом. Но по факту даже эта максима, которая как бы должна на всех-всех-всех людей распространяться… Ограничен или воодушевлен? Вот. Она, в общем-то, воодушевляет человека вот эту самую свою свободу немножко расширять за счет других. Но где-то в этих лабиринтах в свое время затерялся Муаммар Каддафи. Он тоже там пытался эти суммы воли соединить в единое великое государство. Не дали. Ну да, так, в общем-то, и Германия. Вот от кантовского положения делал в виде кучи городков государств. Ну было, конечно, королевство Пруссия как такая растущая сверхдержава. В конечном итоге она объединилась вот в сверхимперию. То есть к чему привела линия Канта? Линия Канта, вот если говорить о такой политической мысли, то через Шопенгауэра и Ницше она перешла к феноменологии экзистенциализму, от экзистенциализма к коммуникативной философии. То есть это то, что сейчас мы бы могли назвать официальной академической философией на Западе. То есть вот то, что учат студентов. Там история философии на Канте заканчивается. После Канта уже надо рассматривать, ну, Ницше, допустим, уже как представители неклассической философии. Это линия, связанная с морально-этическими вопросами, с политическим либерализмом. Что касается гносиологии, то линия Канта, она породила после себя направление позитивизма. Ну, то есть легко спутать Кант и Конт. В теории познания Кант, как известно, был агностиком. Ну, он был довольно-таки последовательным критиком метафизики, последовательным критиком эмпиризма в философии. Ну, то есть вот британского, чисто британского мышления, которое под влиянием критики Канта все-таки переродилось и превратилось вот в такой позитивизм. Сергей, я хочу сказать, все-таки хотелось бы привязать вот философию, как говорится, ее немножечко приземлить на практике в сферу политики. То есть вот как я себе представляю ситуацию, возможно, вы как-то поправите или добавите что-то от себя, что после 1991 года, вот конец Холодной войны, победа США в Холодной войне, классический либерализм закончился. Баста! Его нет. Ну, вот во всяком случае, возможно, оставались люди, которые размышляли так, что-то там писали и так далее, но как целостная идеология, вот она прекратила свое существование. Дальше уже началось ее разложение. И вот тот самый индивид, изначально кантовский, затем там, насколько я помню, и в 20 веке об этом тоже писали, ну, тот же Поппер там с индивидуальными вот этими свободами, там, классик либерализма, по сути, он также стал разлагаться. То есть индивид больше не является идеалом вот этой идеологии. И я бы сказал так, то, что мы сейчас видим на Западе, в частности, в Соединенных Штатах, пропаганду диктатуры меньшинств, пропаганду, скажем, трансгендеризма и тому подобных вещей, ну, короче, это все идет к тому, что каждый сможет ощущать себя кем угодно. То есть внутри одного бывшего индивида начинают жить уже несколько индивидов. Вот я хотел бы спросить, какой процесс в сфере, ну, возможно, не политики, а в сфере вот именно философии, в сфере познания, почему они пришли к этому? Ведь это же очевидное развожение и деградация по сравнению, скажем, с тем, что было, ну, у того же Поппера. Я не являюсь его сторонником, но даже по сравнению с ним... В отличие от Сороса? Да, в отличие от Сороса. Сорос, кстати, ученик Поппера. Вот хорошая, хорошая аналогия, да. Пожалуйста. Ух, я бы, конечно, поправил, что как-то у вас классический либерализм разложился в 91-м году, словно было чему раскладываться. Он уже существовал просто как идеология. А идеология чего? Вот если мы говорим о настоящем вот этом самом классическом либерализме, ну, он в 18-м веке исчез. Когда появились империи, когда появились монополистические рынки, уже говорить о каком-либо либерализме, ну, невозможно. Это как раз либерализм стал чем-то традиционным представлением о том, что можно вернуться в золотой век свободной конкуренции. Ну, хорошо, я здесь конкретизирую просто, что я подразумеваю под либерализмом в политике. Первое, что основным субъектом выступает индивид, его личная свобода. Второе, что разрушаются все формы коллективной идентичности, кроме семьи, ну, и, вероятно, и кроме национального государства, конечно же. Третье, невидимая рука рынка как основа всех экономических доктрин. Ну, и вот, наверное, из этого состоит тот самый либерализм в политике, который в 20-м веке был идеологией Соединенных Штатов в холодной войне. Ну, вот, в период Великой войны идеологии, скажем так. Ну, так вот, в том-то и дело, что это был только инструмент. А мне очень нравится этот живой пример, что всем известная американская радио «Свобода» была запрещена внутри Соединенных Штатов Америки как, в общем-то, разлагающее оружие. И поэтому, ну, серьезные, мыслящие люди, они никогда не ориентировались на эти либеральные ценности, на вот эту систему индивидуализма, ну, потому что я не знаю, кем нужно быть, чтобы не видеть связи человека с коллективом. Более того, что сам индивид возможен лишь в противостоянии коллективу, а индивидуально люди выживать пока что не научились совершенно. И в этом смысле, вот, я думаю, важно отметить вторую линию разложения. То есть вот то, что вы говорите об этом произволе, об этой индивидуальности человека, это все-таки идет уже линия философии друга. Эта линия идет от Гегеля. То есть субъектом мышления не является отдельный человек. То есть то, что у Гегеля это был превосходный, прекрасный, религиозный, пафос абсолютного духа, там, где субъекта мировой истории есть божество, которое, по сути, есть мышление всей эпохи, мышление всей истории, сразу в целом познающая само себя и люди, это просто вот в некотором смысле частички этого божества, которые творят историю. То есть Гегель, он тоже во многом переоценивал значение индивида для истории. То есть он полагал, что вот в голове у отдельного человека возникает, условно говоря, проект эпохи, там, осмысление этой эпохи, потом он его притворяет в жизнь. Ну, как у просветителей, например, и французской революции случилось, то уже в 20 веке вот этот вот пафос регелевской философии, с одной стороны, он пошел в марксизм, в советскую версию, с другой стороны, он... Где из него был убран идеализм? Где этот идеализм был переосмыслен? Можно выкинуть из марксизма идеализм, но... Нельзя сказать, что был убран. Да, его нужно переосмыслить было. То есть, условно говоря, в чем, если очень грубо так сказать, разница между Марксом и Гегелем, вот такая входячая фраза о том, что Маркс перевернул Гегеля с головы на ноги. У Гегеля дух творит историю, у Маркса история творит дух. Ну, Владимир Ильич... Ну, так это материализм. Да, это будет материализм. А Владимир Ильич пошел... Материализм противоположен, в общем-то, идее. Владимир Ильич пошел еще дальше, прочитав первую книгу Гегеля, он дальше идти не стал, но здесь он ее применил. Почему? Он все прочитал. Он ее... Ну, как? Понятное дело. Во всяком случае, философские тетради об этом говорят, что он знаком не только с Гегелем. Да, да, да. Ну, не, именно с Гегелем у него получилось освоение именно первой книги. Дальше он как бы пройти-то прошел, но тормозить на них не стал, как говорится, в своей практике. Вообще, вроде бы, насколько я знаю, по легенде, феноменология духа, это была чуть ли не последняя книга, которую вот Ленин читал. Вот. Ну, это то, что касается марксизма. Сидя в горках, непритомный, ну, может быть. Силой мысли. Силой мысли. А вот, скажите мне, пожалуйста, якобы взгляд со стороны и общественный резонер. Политика, это политика, философия, вот в том, в тех категориях, которые вы обсуждаете, это прикладная наука или это скорее башня слоновой кости? Вот есть философия, есть ее классические примеры, обсуждения и тому подобное. Но, как вы говорите, что уже там с 19 века этот либерализм, он уже тогда еще начал разлагаться. И разлагаясь, разлагался до такой степени, когда кому-то, когда-то, может быть, большому обществу, пришло в голову смести нафиг все нормы, правила, нормативы, этику. И вы говорили, что основа семья, сейчас как раз говорят о том, что семью, в принципе-то, зачем семья есть, есть там категории, которые можно по цифрам называть, и гендеры можно менять. Ну, давайте тогда начнем с первой части вашего вопроса, это о том, практична ли философия. Я бы так сказал, даже известная. Практична, а прикладная ли она? Нет ничего более прикладного, чем хорошая теория. То есть, весь вопрос в том, что это за теория, и к чему она, и как она прикладывается. Ну, вообще, конечно, это абсурд, пытаться разделить теорию и практику, а потом пытаться их соединить. Это невозможно. Это примерно как у Декарта с душой и телом получилось. Сначала он в уме их настолько хорошо разделил, что потом у него так и не вышло соединить их обратно. И в этом смысле надо всегда исходить из единства. Ну, вот, если мы говорим о функционировании современной идеологии, то следует отметить, что идеология — это вовсе не то, что вам пытаются навязать, то, что вам говорят, там, учат быть толерантными, или наоборот быть нетолерантными, там, любите свободный рынок, нет, любите государство. Это не идеология. Это, ну, просто какие-то тезисы, которые звучат. Что? Да, это стереотипы. И люди к ним обычно очень скептично относятся. Настоящая идеология, она всегда функционирует, как ваш здравый смысл. И только так она эффективна. Идеология может быть всегда каким-то пустым звуком. Ну, например, свобода. Кто-то найдется из нас, кто-то против свободы. Но каждый из нас будет всегда под свободой понимать что-то разное. Да. И до тех пор, пока... И Шварцева убить дракона, там люди по-своему понимали свободу. Да, до тех пор, пока мы будем просто кидаться этим словечком «свобода», не расшифровывая, что это означает. Пример сегодняшней идеологии какой-то можете привести? Вот той, которая является частицей меня самого. В науку верите? Ну, врачам доверяете? Нет. Ну, это тоже идеология. А, ну... Мне должно понятно, но в таком ключе. В этом смысле, да. Ну, то есть вы это обоснуете здравым смыслом. Да? Ну, что врачи, они же там могут быть бестолковыми, неучими, что их там нанимают корпорации, впаривать лекарства и так далее. Ну, вот тут начинается вот как раз вот это вот смешение кони-люди. Вот именно то, о чем я говорил, что убрали ось ординат. Ни с чем сравнивать, ни к чему привязаться, ни от чего оттолкнуться. Поскольку можно все. В этом можно все, что-то вправе выдвигать любые версии. Конспирология, законы, там... куча теорий всяких придумали. И под каждую конфигурацию можно подобрать теорию. Более того, что каждая идеология всегда будет предполагать анти-тезис для себя. Ну, то есть, условно говоря, на каждого там конспиролога против медицины найдется конспиролог за медицину, который объяснит, что все люди, которые против медицины, это отсталые там, неучи, или вовсе там политические экстремисты, которые хотят добиться власти, тому подобное. Точно так же, как и в вопросах гендеров, что страстная любовь к всей этой гендерной тематике, для кого-то ставшая здравым смыслом. Ну, потому что и в самом деле человек, существо социальное, может сам себя определять. Вы же по-разному строите свои идентичности на протяжении... Двенадцатилетней девочкой, например. Да, может кто-то и в самом деле, вот какая-нибудь женщина была когда-то двенадцатилетней девочкой, потом перестала ей быть, стала тринадцатилетней девочкой. Это же уже разные идентичности. Так что нам мешает менять их произвольно? Это здравый смысл для таких людей. Ну да, у Восстовского была такая песня. Нет, но вот смотрите, Сергей, если у нас есть много здравых смыслов для разных людей, то вот это вот в общем-то и есть постмодерн. Точно. Это и есть постмодерн, в котором истины нет. То есть... Ну как? Истины не то, чтобы нет. Человек не может функционировать без истины. Но человек не хочет знать истину о себе и всячески этого избегает. И... О, хороший-хороший тезис, кстати. Вот не хочет знать истину о себе и всячески этого избегает. И вот те действия, ну, как в психоанализе это называется неврозом, вот все действия связаны по избеганию истины. То есть они приводят к тому, что человек начинает конструировать для себя множество всяких разных смыслов. Ну, например, смыслов о том, что у меня может быть множественная идентичность сразу. Вот мы подошли к очень интересному моменту. Я считаю, здесь пора сделать какие-то промежуточные выводы. Вот означает ли сказанное вами сейчас, что современное западное общество, мы говорим сейчас преимущественно там о Соединенных Штатах, Западной Европе и так далее, что оно благодаря вот этому постмодернистскому восприятию, благодаря инвазии постмодернизма в идеологию, оно стало невротическим, оно стало, как же вы еще вот его охарактеризовали, ну, в общем, оно нефункционально, то есть это общество не может функционировать, как единый организм действовать эффективно. Я бы маленькую врезку дал. Истина есть, но этих истин появилось такое множество, что уже истина перестала объявляться истиной. И ваша истина имеет право на жизнь, и ваша, и моя, то есть исчезло понятие нормы. Когда нет нормы, когда нет меры, поскольку когда-то была такая философская задача, опишите мир одним словом. Мера. Все, что можно измерить, все это должно быть учтено. Если нет меры, тогда о чем мы говорим? Ну, это о чем мы говорим? Как я могу вам сказать, вы правы или не правы? Вы говорите, нет, подожди, я по-своему прав. А твоя правда меня вообще не интересует. А как вы вообще что-то можете сказать мне? Да. Потому что каждый на своем языке говорит. Да, вы о чем говорите? Я говорю, там вот пример, он говорит, слушай, мне твой пример вообще никак. Ну, вообще никак. Я по своему гендеру сверхчеловек. У меня это все земное для лампочки. Вы говорите про Адама Смита, а я говорю, дайду, минуточку, Адам Смит, когда был, он что, единственным был в то время экономист. Нет. А чего вы взяли, что именно теория Адама Смита должна была развиваться и привести нас к этому? То есть, когда мы говорим сегодня на эти темы, то интересно в принципе вот то состояние общества в целом, не западного, не восточного, вообще в целом. Мы все на одной планете живем. Как мы пришли к такому состоянию, и как в принципе можно было бы из него выйти, или это состояние уже только билет в одну сторону, а это одна сторона крайне непривлекательна. Ух, сразу столько всего навалили. Ну, так болит же. Да, давайте тогда начну с тезиса Данила, о том, что общество сейчас невротичное. На самом деле он всегда был невротичным. Ну, если обратиться к тому человеку, который сделал слово невроз очень популярным к Фрейду, то, в общем-то, он ставил диагноз тогда своему текущему консервативному австро-венгерскому обществу, его высшего света, что оказывается, что все, 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 все нормальные люди, они невротики. Невротик, кстати, не обзывательство, и даже не психическая болезнь, ну, если мы говорим конкретно по Фрейду. Невротик – такой способ организации психики, чтобы сильно не углубляться. Я скажу только, почему это хорошо. Невротик – это тот, кто может в чем-то сомневаться. Только то и делает, в общем-то, что сомневается. То есть, не дурак. Да. Психотик – нет, почему он может быть дураком, но сомневающимся дураком. Да. А психотик – это тот, кто ни в чем не сомневается. Вот он обладает знанием. Знание всегда будет на его стороне. То есть, невротик нужно как-то докопаться, вот узнать, проверить что-нибудь такое. Ух вы меня насторожили. После вчерашнего выступления нашего главного я вот теперь пытаюсь определить кто же он. Поэтому, если говорить о таком мейнстримном понимании психоаналитической теории, то там идет скорее тезис о том, что происходит психотизация общества. Вот невроза мы скатываемся к психозу. То есть, вот потому и всякие изменения, связанные с телом, например, что там, где невротик о чем-то может фантазировать, ему потом очень стыдно, что он о таком фантазирует, то психотик он не умеет фантазировать. Ему нужно вот все эти свои фантазии сразу же осуществить, иначе его это будет разрывать от психического напряжения. Ну, кстати, уж для подтверждения этого вот такой интересный факт, что очень много людей, совершившие этот трансгендерный переход, они потом либо хотят вернуться обратно, либо они могут вовсе покончить жизнь самоубийством, не в силах принять новую реальность своего тела. Это их проблема. Я, в общем-то, о чем хочу сказать. Все-таки возвращаясь, опять же, в более практическую сферу, в сферу политики, мы видим сейчас целый комплекс действий, которые предпринимают, скажем, западные политики, ну, и не мы первые говорим о деградации политических элит в том же Евросоюзе или в Соединенных Штатах. Вот с моей точки зрения то, о чем вы сейчас говорите, может служить одним из ключей к пониманию, почему произошла эта деградация. Что в обществе, которое воспринимает себя, воспринимает окружающую действительность, вот таким вот образом не может сформироваться нормальная функциональная политическая элита. То есть, грубо говоря, появление, я не знаю, нового Рузвельта и новых каких-нибудь реалистов в международных отношениях в таких Соединенных Штатах уже невозможно. Ну, вот что бывает, когда вместо вас думают англичане. Нет, но, если серьезно... Довременно гадя при этом. Если серьезно, то, ну, такое сетование «Ах, как упали наши политические элиты», ну, мы можем это еще со времен Римской империи читать, потому что там, что не философ, только то и дело, что ноет у падения нравов, и там вот после эпохи пяти императоров все, беда, дальше только хуже, хуже, хуже. Мы, правда, знаем, к чему в итоге привела вот эта деградация Римской империи, она рухнула. Но, правда, рухнула так, что вот те варварские племена, которые стали образовывать свои государства на ее руинах, они стали спорить по поводу того, кто из них больше похож на эту Римскую империю. И Третий Рим, Священная Римская империя и так далее. И кто стал Третьим Римом? Хороший вопрос. Так вот, отсюда следует. Третьим Римом стало понятно, кто, да? Румыния. Да, да. Тоже на Р. Сейчас нам начнут зрители писать множество гневных комментариев. Пусть пишут. Стало понятно, кто, то есть воспринятие античной культуры через римскую культуру наследником стал Третий Рим. Варвары, которые разрушили Рим, тоже мы знаем, кто это. но потом в какой-то момент вот эти варвары сказали, что варвары как раз вот эти, которые стали преемниками и стали Третьим Римом. А правильная философия, правильно, все, это у нас. Вот мы цивилизованные, не цивилизованные как раз те. По-разному, кстати, случалось. Бывало так, что и действительно Европа была гораздо более цивилизованной, чем наша территория. Потом тут особенно, если говорить о XIX веке, второй половине, то понятно, что инициативу перехватило вот в плане культурного развития как раз вот России, в том числе при огромном влиянии Украины и украинцев. Сколько их там было в правящих, чиновничьих верхушках, культурных, философских. То есть это не счесть. То есть даже если говорить о Советском Союзе, то в основном именно почему-то на территории Украины существовало относительно свободное и незашоренное мышление. А надо мной издевались, когда я сказал, что развитие Сибири без украинского компонента практически невозможно. Ну, как вам сказать, был, правда, любая подобная тенденция, она же диалектична. То есть была еще такая поговорка в советское время, что за то, за что в Москве обстригают ногти, в Киеве обрубывают пальцы. То есть здесь была и цензура порой пожестче. Так было, что цензурировал, Данил. Да, вероятно, вероятно. Но все-таки вот очень интересный момент, хорошо, что вы об этом упомянули, что в 19 веке, там, скажем, даже отчасти в 20 веке, здесь все-таки шло определенное развитие мысли, да, пусть в 20 веке ограниченное во многом марксистскими концепциями, но тем не менее, сейчас, что мы имеем вот у нас в Украине в плане гуманитарного, философского, политологического дискурса. Выскажу свое мнение, возможно, вы со мной не согласитесь, что дискурс этот фрагментирован на сегодняшний день. У нас фактически отсутствуют представители ну таких целостных философских школ. Отсутствуют. То есть вот все, по крайней мере, люди, там, называющие себя философами или являющиеся ими и видные в информационном пространстве, они представляют тот или иной суповой набор, то есть эклектическую, такое вот эклектическое видение ситуации. И они в большей степени подгоняют определенные куски старых концепций, каких-то новых, возникающих, возможно, еще не оформившихся под действительность. Чем они не формируют эту самую действительность? Ну так известно, раньше философия была служанкой теологии, потом служанкой науки, а теперь кто заплатит, тому и служанка. Стала продажной девкой. Так всегда было. Как кибернетика. Но раз уж, кстати, вы вспомнили про кибернетику, я бы не сказал, что в современной Украине все аж настолько плохо. все плохо, конечно, но не настолько. Потому что даже то, что было возможно в Советском Союзе, ну, например, Глушков, который все-таки работал в Киеве, в его кабинете мне приходилось побывать, то это, в общем-то, традиция в некотором роде сохраняется. Она, к сожалению, сохраняется чисто в академической среде. Но там, где она есть, там, безусловно, много гениальных, прогрессивных, идей прогрессивных в хорошем смысле, разумеется, идей, связанных с переосмыслением экономики, вот прочь от этой рыночной парадигмы. Еще раз возвращаясь к своему вопросу, так это прикладная часть или все-таки в слоновой кости? Конечно, это прикладная часть, но просто ее никто не слушает. Она теоретически прикладная. Вот же на часе. Одну минуточку. Ну, вот лежит в магазине молоток, да? Понятно, что если его использовать по назначению, он будет прикладным. Но никто его не покупает. Он так и лежит. Вот лежит, как произведение вкусов. Он действительный, как товар, но не как молоток. А товаром становится только когда за него готовы заплатить. Пока за него не платят, он не чистит. Нет, если он лежит в магазине на продажу, он уже все-таки товар. Ну... И произведен для того, чтобы его кто-то продавал. А вот в том-то и дело, что продукт, который производят вот эти наши высокоуважаемые люди, о которых вы упомянули, в том числе Глушкова. Глушков был один из, скажем так, людей, который Ильяна был за единую государственную систему мониторинга. Общегосударственная автоматизированная система. В данном случае ЕДСМ, поскольку я с ней достаточно близко там столкнулся. Однако же уже прошло сколько, 20 лет, и недавно даже кто-то высказал фразу умную, что вот Юлия Владимировна поехала в Англию и взяла у англичан вот этот пул, который она применила здесь. Только человек, который это говорил, он не понимал одной простой вещи. Вот этот пул в Англии появился после доклада Любаревича после общения с Глушковым. И англичане, когда это услышали, они тут же его реализовали и взяли к себе. А Юлия Владимировна уже в свойственной себе манере она выдернула из этого только те шпильки, которые она видела, как она может реализовать. Ну так же по поводу Глушкова даже западная пресса писала, что там советский кибернетик знает, как заменить бюрократию машинами. То есть это, конечно, во многом эта самая бюрократия стремится выжить любыми средствами, даже путем уничтожения мышления как такового. Я даже знаю, откуда это родилось вообще, эта идея. Это Гетманцева нужно было нормализовать после Советского Союза, когда было два банка, ему нужно было нормализовать систему банковского учета. Не Гетманцева, а Гетману. Не поминайте. Гетману, я извиняюсь. Да, я даже испугался. Не, 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 ночи будь, фу, не дай бог. Вот. Гетман обратился к Любаревичу, и Любаревич уже пошел в Бушкову. То есть, Адам родил Каев. Да, 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 да. Но, вот все-таки, что хотелось бы здесь сказать. Видите, разработки определенные там ведутся. на практике их применения нет, а нет по какой причине. Потому что в том числе и наверху среди власть имущих, среди тех, кто им советует, нет людей, которые способны были бы стратегически как-то спланировать, осознать пользу от этих разработок. И, ну, найти им применение, просто скажем, найти им применение вот в рамках развития, скажем, экономики государства. Государство Украины. Одно только врезку. Вот мы уже говорили. На мой взгляд, в чем на сегодняшний день антагонизм в нашем государстве, который ни при каких условиях не даст ему развиваться, если его не разрешить. Продолжаю вашу тему. У нас страну оправят те люди, горизонт планирования которых максимум 4 года. До ближайших выборов. А иногда и быстрее. Что-то стырил, его поймали, он убежал. Уж все равно не посадят в наших условиях. Горизонт планирования людей, которые деньги генерируют и могли бы стать заказчиками для вот этих людей, ученых. У них горизонт планирования, ну, в худшем случае 10-15 лет, а в лучшем случае 30-50 лет. То есть бизнесмен планирует свой горизонт вот так. И вот это не совпадение, когда те, которые производят продукты, генерируют деньги, находятся под теми, у которых вообще этот горизонт практически отсутствует, он не дает возможности вообще даже принципиально задействовать вот эту третью силу, которая могла бы сказать, кто деньги производит, мы. Вы заказываете, да, мы готовы вам рассчитать вот эту модель, а вы поставьте себе вот этих уже администраторов, которые будут выполнять ваш заказ. То есть ваш заказ передается через нас вот сюда, мы им эти нормы устанавливаем, а здесь получилось нет, нормы устанавливают эти сюда, а эти вообще оказались, у нас же наука вообще-то оказалась сейчас за бортом, ее не финансируют. Так потому, что она и не нужна. Ну, в таком, в таком, конечно, не нужна. Вот пока вот эти не поймут, что они эти деньги сюда закапают, как-то бочка данаить, сюда сколько они сыпят, но края не будет, то эти вымрут или разъедутся. Тут необходимо учитывать то место, которое мы находим в глобальной системе. То есть сколько бы мы не мечтали о нашем украинском суверенитете, о том, чтобы вот у нас было такое сильное, классное государство, которое вот заботится о людях, там, способствует развитию наук, но пока что это невозможно. Я не думаю, что дело тут состоит только в том, что там наверху какие-то власти чего-то не понимают. Или у нас там люди очень глупые, не могут выбрать правильную, хорошую какую-то власть. Я думаю, что все гораздо хуже в том, что вот если так это по-гегелевски сказать, то мировой дух, он сейчас уснул. и его нигде в мире нету до тех пор, пока, условно говоря, миром правит вот это англо-американское мышление. В чем оно заключается? Оно заключается в какой-то схематичности, в однозначности, в рассудочности. То есть вот этот вот полисемантизм, о котором вы, это, Нил, очень беспокоитесь о том, что там много всяких идентичностей, это ведь закономерная реакция на такое положение дел, когда рассудок тебе диктует только что-то одно. Тогда проще отказаться от рассудка. Вот вообще. Вот если мне логика говорит что-то, что мне совершенно не нравится, я лучше откажусь от логики. Если я впадаю в противоречие, то я либо выберу что-то одно, либо откажусь выбирать. Ну, то есть когда я мужчина или женщина. Ну, вот весь западный мир это и сделал. Да, то есть вот все вот эти философские линии, они по сути свелись вот в один этот глобальный вопрос, какой логикой мы будем руководствоваться. Если мы будем продолжать руководствоваться вот этой рассудочной логикой, формальной логикой, математической логикой, к любым процессам, даже к тем, к которым она совершенно никакого отношения не имеет, то тогда мы и будем иметь вот эту ситуацию и в политике, и в науке, и в философии. Тогда мы рано или поздно придем к такой же ситуации, что у нас появится вот эта вот куча дегенератов, которые движутся в разные стороны. Но это понятно. Почему вы все время об этом говорите как о некоем будущем? Мы в нем уже живем. Да, мы в нем уже живем. Да, действительно. Мы в Украине в нем уже живем. Так оно, видите, функционирует до тех пор, пока что-то его не сломает. Ну, я вам скажу, я вам скажу, вот вы когда говорили, что вот эти вот люди, которые находятся в управлении, они же что-то себе думают. Шашель, он не думает. Шашель рефлексирует. Ему надо точить. Он точит. То, что он сейчас это сточит и сам загнется без еды, он же этого не понимает. Он шашель. Вот то, что эти производят, это чисто поведение шашеля. А прямой леди Люш. После меня хоть потом. Да. И когда мы говорим, что ну как, ну они тупые, они же не понимают это. Я говорю, одну минуточку. Человек, который играет, есть прямые шашки, а есть шашки в поддавки. Если он играет с тобой в поддавки, то его выигрыш совершенно по-другому выглядит. И ты, конечно, его можешь считать идиотом, потому что, ну как, он сдает тебе все шашки, а ему надо эти шашки сдать. Его работа совершенно коренным образом отличается от твоей. Мы уже когда-то говорили, повторили здесь, что есть нейропсихолог, очень известный такой. Мы как-то обсуждали о том, что количество, процентное количество идиотов, в принципе, наверное, в любом обществе одинаково. Хоть у французов, хоть у японцев, хоть у китайцев, ну и у нас. Важно только отношение общества к своим идиотам. Если понимали их натуру, общество позволяет ему клеить коробки на почте, ну это нормально. Но когда общество своих идиотов ставит в управление, то это же вопросник идиоту. Он же не прикидывался никем. Так кто тут больше идиот? Он честно говорил, я идиот, но вот я так вижу. А тогда вопрос к обществу. Ну если вы поставили в управление идиотов, а чего ждете тогда? Ну, дело в том, что мышление, оно вовсе не обязательно должно присутствовать в каждой эпохе, у каждого народа, здесь и сейчас. То есть у нас чувствую, что на нас эпоха решила отдохнуть. Да, такое тоже может быть. Вот понимаете, всегда будут находиться люди, которые понимают упадочность, деградацию всего, но при этом они ничего не могут сделать. Ну вот представьте... У нас этот полуполуденный отдых фав нас что-то затянулся уже на 30 лет. Попробуйте представить, что мы с вами сейчас какие-нибудь невероятно образованные монахи века 6-го нашей эры. Вот мы прекрасно знаем, еще помним отчасти Римскую империю, традиции, порядок, законность. И вот, и вокруг нас вот все эти варварские государства, которым еще только предстоит научиться до ближайшего Ренессанса лет 600. В лучшем случае. В лучшем случае. И что нам остается делать через море крови и поломанных костей. Вот у вас есть идея, что можно делать в таком положении? Эти самые монахи 6-го века не растерялись. По сути-то, средневековье стало эпохой расцвета как раз-таки их схоластической философии. То есть они захватили умы и сердца этих варваров и, ну, будем говорить, навязали им свое мышление фактически. Где-то навязали. Точно. Не через одно поколение, конечно, через много. То есть это все идет вопрос борьбы. Можно, конечно, долго жаловаться на то, как все плохо, но задача состоит в том, чтобы, во-первых, дать традиции мышления, традиции культуры жить. То есть, да, конечно, традиция мышления может звучать противоречиво, но, тем не менее, это факт. То есть философская традиция. Она должна жить. Для того, чтобы она жила, у нее должны быть материальные носители, живые люди, не только книжки, которые никто не в состоянии прочитать. То есть это должно быть. И, да, вести борьбу за сердца и умы людей, понимая, что, в общем-то, этот труд может быть не на одно столетие. Но, в принципе, исторического оптимизма добавляет, что сейчас все происходит гораздо быстрее, чем в Средневековье, в плане обмена информации, каких-то социальных процессов. Так что, может быть, нам не придется ждать так долго. Но это как раз и говорит о том, что работать надо интенсивнее. Я боюсь, что мы дождемся гораздо быстрее, но совершенно не того, чего хотели бы. Вот вы, Сергей, сказали, что такая система или бессистемность будет существовать до тех пор, пока ее что-то не сломает. Мне приходит в голову, исходя, опять же, из ваших слов, что то, что должно прийти на смену вот этому положению вещей, оно должно, понятное дело, руководствоваться не только сухой логикой или даже сухой экономикой, я бы сказал, применяемой ко всему, не только количественными вот этими критериями, но и не должно быть вот такой вот размазней и кучей резом, как это в философии, в общем-то, называется. Можно ли это совместить? Ну, наверное, практика показывает, что, наверное, можно. То есть ведь те же самые общества, которые существовали до эпохи просвещения, мы сегодня с вами там вспомнили средневековье, но нельзя сказать, что там не было логики. То есть понятно, что по сравнению с позитивистской наукой логика там средневекового человека или человека общества, традиции, она, ну, выглядит не во всем логичной, скажем так. Но, тем не менее, она там была, то есть аристотелева логика была в основе же и схоластической традиции в философии, например, и в основе богословия во многом, теологии. То есть не кажется ли вам, что то, чему суждено сменить вот этот вот мир либерального постмодерна, чему суждено нанести ему сокрушительный удар по печени, оно будет, будет, ну, как минимум, черпать свое вдохновение в прошлом, возможно, в далеком прошлом, перерабатывая его, переосмысляя, применяя к современности. Боже, Даня, я не могу поспорить, потому что, если больше негде брать, то только в прошлом. Весь вопрос, в каком? Вот в каком? Ну, а тут уже наши позиции могут очень сильно отличаться от того, какое прошлое мы будем брать за основу. То есть это тоже, в общем-то, вопрос. Что было бы эффективным? Вот вы скажите свою точку зрения, по вашему мнению. Хорошо, мне кажется, было бы эффективно это всеобщее вооружение логикой Гегеля, то есть диалектической логикой с его культурным и историческим пафосом для того, чтобы вот человечество пришло к свободе не как к произволу, который Гегель, конечно, критиковал, на чем свет стоит, не как там свобода подчиняться или не подчиняться каким-то законам. В общем-то, свобода как необходимая в развитии человечества, которая выглядит совершенно не так, как мы себе это можем представить. Ну, для меня это такой идеал, он для меня выглядит таким образом. Но борьба может быть... Какой-нибудь негодя вашу фразу обрезан бы на слое вооружиться. Человечество должно будет вооружиться. Если идет борьба, то весь вопрос, каким оружием воюем. Да, по поводу того, а нужно ли вообще воевать, по поводу того, что учитывая прошлое, учитывая, да, но не находясь в той же колее. Если мы будем в этой же колее находясь, пытаться реконструировать из старых завалившихся конструкций, мы выстроим новую халабуду, то, что сейчас... Которая также развалится. Она не построится, прежде всего. Она будет просто... Масса ресурсов уйдет на то, чтобы из ничего сделать что-то, ничего не будет. И дальше будут рождаться такие идеи, как те, с которыми мы сегодня... История сначала повторяется как трагедия, потом как фарс. То есть, если говорить языком, ну, скажем, как учат там следственные органы, нужно понимать мотив. Должен быть мотив. Мотив рождает логику. Логика рождает уже тактику, стратегию и тому подобное. Какой мотив основной на сегодняшний день у человечества? Вооружится новая философия? Да нет, наверное. Основной мотив, наверное, все-таки выжить. Вот в этой идиотской ситуации, которая сегодня происходит, выжить. Каким образом выжить? Каким образом вот этот сейчас модно парадигмальный переход? Парадигма из какой парадигмы в какую парадигму перейти? Ну, мы вот... У нас произошел, казалось нам, парадигмальный переход, мы через Майдан перешли в новое состояние общества. Не дай бог, чтобы еще такое было. Тогда, наверное, надо было бы понять, что одна из основных или основная движительная причина человека это бесконечные войны. Бесконечные войны, они чем обусловлены? То, что человек вдруг решил устранить, как ему кажется, несправедливость, допущенную создателем. Ну, почему у арабов нефть, у нас пшеница, там, у эскимосов под ногами бриллианты. И вот это вот, чтобы перекроить в понятном себе варианте, вот все это и происходит. То есть, ресурс уходит туда, чтобы друг друга напугать, друг друга перебить, и желательно как можно быстрее. А некоторые умники вообще сказали, что, ну, золотой миллиард вот так вот хватит. извини меня, у создателя какие-то другие планы были на то, чтобы населить землю таким количеством людей. И каждый мозг это отдельный компьютер. Для того, чтобы прийти к такой логике, нужно сначала принять существование создателя, что далеко недоступно для всех, скажем, жителей, но как минимум западного мира. А для всех и не надо, все никогда и не будут принимать. Но если эту парадигму, вот эту парадигму сейчас начинать осваивать, то ты придешь совершенно к другому пониманию мотивации. Зачем это все? Ведь мы сейчас все, что рассматриваем, это те силы, которые может организовать Китай, Китай в связи с кем-то, Америка против тех, Америка против этих, здесь так, здесь так поставят. Пацаны, одну минуточку. А вы не пробовали вот это вот не убивать друг друга, наоборот соорганизоваться и что-то попытаться сделать вместе. Но если мы начнем сейчас вот с вами втроем вырывать и делить этот стол, поломаем друг другу руки и стол поломаем. Сразу возникнет в такой форме организации один вопрос, кто главный? И дальше новая война. Главный смысл. Главный смысл. Ну хорошо, кто будет главным проводником смысла на земле? Послушайте, это очень легко делается. Вот это как раз делается очень легко. Когда-то были такие коллеги, да, мы вспоминали средние века, вот было несколько людей, или несколько сотен, или тысяч людей, которые были заняты в одном производстве. Коллеги. Вот это коллеги выбирали среди себя человека, который был среди них самый умный, самоговорливый, самый умный, они его посылали, да, представительная демократия в их понимании была таким, мы выбрали среди себя тех, кого нужно, не партийного какого-то божечка, а тех, кого нужно. Вот он пошел представлять наши интересы, он реально знает наши интересы, поскольку он из нашей среды, а не так, как сегодня, представительная демократия, на карте вычертили кусочек, там 150 тысяч, вот отсюда будет один представитель вас будет представлять. Как он меня может представлять? Он в своем подъезде не всех знает по фамилии. Он нас вообще не представляет. Конечно, он идет туда и думает, так, эти идиоты меня выбрали, хорошо, сейчас я буду представлять себя, себя. И вот эти вот именно принципы, понимаете, в чем дело, вот на мой взгляд, если мы из старых инструментов будем пытаться выгородить новую халабуду, нифига не выйдет. Мы просто не увидим конца этого строительства. Ну, наконец, должно поменяться сознание. Для того, чтобы поменять отношения людей, нужно поменять их поведение. А для того, чтобы поменять поведение, нужно изменить его мировоззрение. То есть, он должен по-другому увидеть эту картину этой работы. Вот тогда это... Или дать другую работу, которая требует действий совершенно не так, как было раньше. Это манипуляция. У нас уже все хорошо с манипуляторами, все вот так. Но дать другую работу, это как раз в духе, опять же, Гегеля, то, что он писал о рабах, господа. потому что как раз тем, что сама эта работа никогда не повторяется, хотя и может быть цикличной, однообразной, она, в общем-то, и приводит к самотворчеству человека, что человек себя начинает создавать каким-то другим образом. А насчет того, что, ну, там, заставь дурака Богу молиться, он голову разобьет, ну, да, какие-то разобьют, но не все. На то они и дураки, как говорится. Причем каждый дурак старается разбить же не свою голову, а соседскую. Знаете, вот, уже подходя к завершению нашей сегодняшней беседы, остается на удивление хорошее и приятное впечатление, несмотря на такую некоторую сумбурность, но все-таки, вот в завершение, по моему мнению, мы пришли, пусть и не к единой, но плюс-минус в одном русле позиции. То есть, что может спасти, спасти нашу, какую-то, наш интеллектуальный дискурс, не будем говорить пока что о политике, там, это уже следующий, следующий этап. Вот Сергей говорит о том, что возврат к Гегелю, в общем-то, к диалектике, наверное, к феноменологии духа тоже. Безусловно. Вот. Это, это уже идеализм, скажем. Сергей говорит, что так же, все единства, замысел творца, замысел создателя, это, в общем-то, все про тот же, про тот же идеализм. Ну, понятное дело. И я говорю о том, что традиционное общество, традиция, иерархии, бог, тот же идеализм. То есть, мы видим плюс-минус, да, возможно, в разных разветвлениях, но плюс-минус в одной колее где-то, вот, решение проблемы. Это уже хорошо. Я считаю, хорошо, что мы хотя бы к такому пришли сегодня. До тех пор, пока диалектика не расколет все эти ваши иерархии, традиции, порядки. почему я и говорю, что традиция мышления это противоречие. Там, где есть традиция, там уже нет мышления. Но у мышления есть традиция. Что было достигнуто, то сохраняется. Со вторым тезисом, да, я согласен, с первым мог бы поспорить, но уже сегодня мы подходим к завершению. Я благодарю вас всех за эту дискуссию. Последнее, что я так свою ставлю, что в данном случае традиция, это получается грабли. ты понимаешь, что это традиция, ты понимаешь, что это грабли, и ты на них стараешься не наступать. Ты их учитываешь, но по ним не ходишь. Традиция ошибок тоже есть традиция. Опыт, сын ошибок трудных. Да, да, да. Что ж, благодарю, благодарю всех за эту дискуссию. В гостях у нас сегодня был Сергей Аушкин, доктор философии. С вами были Сергей Лазовский и Данил Богатырев. Подписывайтесь на наши ресурсы, ресурсы Института глобальной цивилизации, YouTube-канал Укарлайв, мой телеграм-канал Политолог Богатырев. И до новых встреч на Первом Казацком. Субтитры подогнал «Симон»